Вот так легко и просто на первый взгляд можно играть на скрипке. Но на самом деле за этими плавными движениями стоит многочасовая работа. Елизавета Данилюк не понаслышке знает, как иногда трудно бывает совладать с инструментом. Ведь они со скрипкой не разлей вода вот уже 6 лет. Направила меня на это все моя мама. Она мне пианистка и просила, пойдешь играть на скрипку? Конечно, пойду. Вот и играю по сей день. Конечно, это нелегко. Это в первую очередь многочасовые занятия. Если тебе это дело нравится, то, конечно же, время пролетает быстро и с пользой. Девушка не планирует останавливаться на достигнутом. В скором будущем думает окончательно связать свою жизнь с музыкой, а именно со скрипкой. В планах стать частью музыкального оркестра или преподавателем. А в мечтах у Екатерины Гущи большая сцена. Восьмилетняя девочка познакомилась с популярным музыкальным инструментом еще совсем малышкой. В три года. И влюбилась. Именно это чувство помогает Кате оттачивать мастерство игры на скрипке вот уже пятый год. В музыкальном колледже имени Григория Ширми педагоги к каждому находят индивидуальный подход. Марина Александровна учит не только исполнять произведения, но и слушать и слышать музыку, понимать ее, любить. А еще учит умению преподносить любимый репертуар так, чтобы зритель смог окунуться в мир изумительных, печальных и восторженных трелей, которые может донести только скрипка в руках виртуоза. С малышами, конечно, работа выстраивается своеобразно, так как детки приходят, бывает, что очень маленькие. Например, бывает, что дети приходят в три-четыре года. С такими детьми работа выстраивается, конечно, в форме игры изначально. И по мере взросления ребенка, так скажем, задачи усложняются, ну и возрастают требования, вот и меняется немножко специфика работы. Несколько кусочков дерева, струны и фернамбуковая палочка с конским волосом. Кит-комплект для передачи информации скрипача зрителю. Но чтобы научиться пользоваться скрипкой, прежде всего, просто необходимо полюбить ее. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревичский, компания МБУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова